На самом деле, вы можете обратиться как раз в ту компанию, которую я представляю. Это учебный центр АйКласс, ранее Клазар Микро учебный центр. У нас много направлений в деятельности. Можем лично с вами даже сейчас поговорить, я вам что-то посоветую. Можем лично с вами, что мы по москальски говорим и по москальски слушаем. Это самая большая беда. И пока мы будем слушать по москальски, пока в городу не кинь нигде. Дякую за увагу. Шановные пановы, я очень хорошо разговариваю украинский, не переживайте. Я нормально разговариваю украинский, и я сам в Захидном. Но я хочу, чтобы меня на видео разумило россиян. Я прошу прошу. Я такой вопрос. Вы можете охарактеризовать Украину с точки бизнеса? Да, я могу сказать, что в Украине замечательные инновационные люди. То есть у нас уникальные люди, действительно. То есть хорошие инженеры, хороший средний состав. Я прошу прощения, вы говорите, главное вы не говорите. Главное, что государство Украины является спекулянтом большим. Вы не святые. Надо разделять государство и предприятие. Государство у нас никудышнее, предприятие прекрасное. Есть прекрасное предприятие. Предприятий очень мало. Мало. И большинство компаний и бизнесовых покупают продукцию за границей. То есть занимаются спекуляцией. Весь мир так устроен. Американцы тоже много что у китайцев покупают. У нас есть Матерсич, которая на самом деле очень высококлассный завод. Она на лучшем уровне Европы и СНГ работает. Например. Такого уровня, как Матерсич, мы не построим второй раз. Но проблема в менеджменте страны, это правда. Как вы можете прокомментируете этот момент? Все чаще и больше сейчас возникают вопросы о том, что с 91-го года, в 91-м году, когда было провозглашение Министерства Мастерства, надо возгласить на провозглашение Конституции в 96-м году. Как больше документов было о том, что у нас до сих пор ничего не единого государственного системы власти. То есть органы власти. Как вы прокомментируете это? У меня вообще-то есть доказательства этого. Потому что, ну, хоть взять, как пример, город Киев. Все райотделы были созданы министерством, головным предприятием Министерства внутренних справ. В этой деятельности они занимаются воспитательной работой по детским садикам. И сейчас цитирую, если вытягу. Організація будильництва та сдача в аренду нерухомого майна. Как вы можете это прокомментировать? Далее. Можно я вам... Сейчас я допомню, а вы помните какие-то комментарии. Хорошо. Далее. Согласно данных, которые я получил относительно Голосеевского райсуда. В 2001 году был указ президента Кучни о скасывании, запоминайте такие вещи, на резервах местных судей Министа Киева и расшифровка на районы. Далее. Пункт второй. Утворить мережу местных судей Министа Киева. Выражение Министа Киева расшифровывается. Голосеевский район Министа Киева, Шевченковский, Подольский и так далее. Запомните такую празу. Стояние всех тоже касается. Мережевый местный суд. Что это означает? Я сразу даю поправку, чтобы потом вам легче было прокомментировать. Сетевой местный суд. То есть сеть судов города Киева. Местцевый обозначает регистрация за местным нахождением и естественная регистрация местным регистратором. Местного регистратора может создать только лишь территориальную громаду. Отсутствие ее обозначает отсутствие регистрации. И к тому же, чтобы всем было известно. Есть такой... Сейчас, сейчас. Коллеги, мы поменяли тему, это некрасиво. Я отвечу просто можно на ваш вопрос, потому что я не в теме судов. Украина, когда получила независимость, решила, что нам сверху сделают Украину. То есть мы, как граждане, не состоялись. Вот в чем проблема. То есть вверху Кравчук там что-то делал, мы ему доверились и снизу ничего не делали. То есть вот только сейчас Украина созревает, чтобы люди снизу вздумали, самоорганизовывались и контролировали, и думали, как, чтобы все было правильно построено. То есть мы слишком отдали это на откуп в вышестоящем. Это привычка, то есть то есть начальник, который решит все. То есть вот за это поплатились, да, правда. Прешили запытания. Да. Игорь, скажите, пожалуйста, вы как руководитель обраганодательном, я здесь. Да. Как руководитель обраганодательного центра. Как вы думаете, с вашей точки зрения, решить следующую проблему? В городах 50, как говорят социологи, 50 минус, да, в менее еще 50 населения. И в сельских и населенных фруктах Украины. Развитие и культура пользования интернетом, этих технологий, очень низка. Очень часто журналисты, скажем, говорят, что там посмотрите информацию в интернете, а очевидно большое количество населения не способно просто этим воспользоваться, даже если у них интернет, они не умеют им пользоваться. Требуется достаточно серьезная образовательная программа для миллионов людей, живущих в небольших городках, военных центрах, поселок, для того, чтобы научиться пользоваться интернетом для получения элементарной важной информации. Как можно было это сделать, учитывая, что количество людей, для которых требуется образование, это миллионы людей? На самом деле для этого есть электронные способы, но этого будет мало. То есть на самом деле нужна совместная программа с медиа, с журналистами. Но проблема в том, что наши медиа, наши журналисты любят писать только про смерть, воровство, политику. Ну понятно, да. Но просто бизнес так устроен, что рекламодатель платит за количество читателей, а читатели любят покупать всякую желтую прессу. У нас есть проблема, мы с этим это обсуждали, что вот в той же Германии по телевидению рассказывают, как сделать свой бизнес, где купить трактор. Ну то есть вот конкретно, да, как сделать что-то серьезное. То есть там не все время кого пристрелили, да, а вот как сделать свой бизнес, как использовать технологии. Вот если бы люди действительно начали потреблять более умный контент, да, то есть он бы и появился. То есть к сожалению нет спроса. Сейчас можно только через интернет. И если бы была нацпрограмма, вот чтобы телевидение помогло, хотя бы на полгода сделать марафон. То есть на самом деле организовать контент, айти сообщество легко. То есть я готов даже лично в этом участвовать. То есть если мы объединимся, то можно за полгода сделать такой прорыв. Мы в свое время в Киеве сделали медиакэмп в 2009 году. Мы за один ивент подняли в 10 раз, в 10 раз, трафик тритера в Украине. За один ивент. Но в этом участвовала все медиа. То есть традиционные медиа, журналы, газеты, портников к нам пришел. То есть это была такая микрореволюция, да, осознание того, что пришла цифра. Ну интернет пришел, да, в журналистику. То есть сейчас нужно сказать всей Украине, что интернет пришел... Ну не интернет, а именно технологии пришли в каждый дом. То есть еще в свое время Глушков и Яршов, которые занимались кибернетикой, они делали очень серьезный прогноз, что в будущем каждый человек будет программистом чуть-чуть. Вот как бы на таком уровне, если смотреть, то это правда. В Европе сейчас, в Англии, в Англии новая программа. А там детей с пяти лет начинают учить программирование. А с семи лет они уже в 3D печатают и запретают. Не слышу. У знаменитого Евгения Ерехова, профессора еще советского и российского, была такая фраза в его интервью многочисленном в начале 90-х. Программирование — вторая грамотность. Да, это оно и есть. Это Яршов тоже говорил. То есть на самом деле нам кажется, что мы не программируем, но даже простое управление собственным временем в Microsoft Project, в каком-то своем электронном планировщике, это программирование реально. Программирование бизнес-процессов. То есть у нас бизнес очень отставший, но на самом деле вот, наверное, 50% людям это нужно. Нужно образовывать страну, это правда. — Скажите, какая ситуация? Вы человек, который говорил о том, вы сказали, что это не имеет отношения к образованию. Я хотела бы вам сказать, что, возможно, вы не знаете, но административная система, которая фактически проявляется в правовой системе, это базовая структура, на которую вешается образование. То есть вы сначала формируете административную систему в те направления, которые вам нужны, и только после этого формируются, как именно вы будете это образовывать, это население вот тем направлением, которое сформировано административной системе в правовом поле. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это фундамент, база. А, более нижний уровень Польши. Это идеология. Это я вам говорю как в своей завистии. — Я не против этого. — Да, но я просто... — Но я хочу сказать, что в мире сейчас, смотрите, у нас сейчас есть... Мы слишком сильно завязаны на стереотипы. Министерство образования — это полная ахинея. — Ахинея, я понял. — Во всем нормальных странах его уже нет. — Да. — Тоталитаризм в образовании у нас убивает людей и детей. Потому что на самом деле... менять нужно аккуратно 30-40% можно оставить как есть, но создать альтернативу, отдать время для альтернативных методов обучения. То есть нам сейчас... Я знаю много людей, мы сами это делаем, но мы не можем конкурировать за время подростка. То есть реально просто у него нет времени. — Скажите, как вы считаете, эта страна на том уровне, на котором она находится, в состоянии ли она поднять новую планетарную административную систему, которая на сегодняшний день еще не работала ни в одной стране мира? — Да, я в это верю. — Я тоже верю тогда в вас. — На самом деле айтишники могут изобрести новое электронное правительство, и это сейчас происходит, по большому счету. То есть сейчас есть инициативы, они создают электронные способы голосования, принятия решений. То есть во многом многих чиновников можно заменить. Визиточки нету, я сейчас с вами познакомлюсь. Мое время уже ушло, я думаю. — Нет, мы немного ждем, потому что наступный фильм будет представляться и Сергей Маслобейченко, и Юрий Андрохович. Поэтому у нас есть еще три минуты буквально. — Все, у кого есть вопросы? — Да, извиняюсь, вы начали думать эту тему, что вот мы в 91-м понедельнике, что нам изъяло. — Вопрос. Мы не повторяемся? — Нет, нет. Точно нет. Сейчас, я просто помню себя студентом, я вообще никак не притрагивался к политике, только технологиями занимался, учился. Мои сейчас дети уже совсем другие. Ну я под своим детям смотрю. — Гражданская активность, когда сейчас есть гражданский сектор, он взаимодействует, на ваш взгляд, достаточно спортивный? — Это не важно. Главное, чтобы он сам с собой взаимодействовал. — Да, в то же время это не сильно важно, потому что тоже это самостреление получается. — Не-не-не, на самом деле, многие процессы должны созреть. Главное, чтобы не сдавайтесь по Черчиллю. Может, мы год будем изобретать новую краю? — Может, больше. — А может быть месяц, а может быть год. — Внимание, дело в том, что Планетарная Академия уже создала новую административную систему специально для постсоветского пространства. Почему? Есть специфика определенная в постсоветском пространстве. Так что, если мы будем сотрудничать с различными системами, я надеюсь, что мы сразу же освоим административную систему, которая еще не работала ни в одной стране мира. Почему? Потому что в старых системах, мы должны это понимать, очень много нюансов, то есть процессов, которые вообще там не должны быть. То есть они сначала делают, а потом сто раз переделывают. А мы себе этого позволить не можем, у нас просто экономика не позволяет себе это сделать. Поэтому мы должны сразу же брать то, что нам нужно, ничего лишнего, ничего постороннего. И именно этим мы сейчас занимаемся, оптимизация, для того, чтобы сразу перейти на новый этап. Потому что невозможно догнать уходящий поезд. Нужно знать точно, где он приземлится и там на него сесть. Всего доброго. Привет. Алло, верды. Все верно. На самом деле, с IT-шниками обязательно общайтесь. Сейчас, кстати, IT, чем интересно. IT первыми ушли от старого менеджмента. То есть тот же Scrum, Sprintade, то есть новые технологии разработки софта, очень быстрая, коммуникация, ничего лишнего. То есть это все работает сегодня. Надо строить, надо строить рядом новую. А это уничтожить. Уничтожить не сложно. Надо строить. Сложнее построить. Сейчас боятся уничтожить, потому что боятся построить. Я вас уверяю. Я говорю, пану Ируру. Я прошу, я прошу, захочу подякувати Допобедачу. И мы сейчас будем начинать показ фільму, который очень лаконично называется и очень звучно с сегодняшним днем. Я запрошу до слова Юрия Андроховича и Сергея Маслобойщикова. Добрый вечер, с Новым годом и веселых свят. Это Сергей Маслобойщиков, автор фильма, который мы сейчас покажем. Я очень рад, что эта идея выполняется. И Сергей нашел время, и он нашел свободную копию своего фильма, который он здесь на Майдане снимал 9 лет назад. И фильм, который вы уже слышали, называется прекрасно. Называется «Невсеремость». И Сергей несколько слов расскажет, как это началось. Ну, по-перше, я гадаю, ну, с Новым годом, революционная громада, всему желаю этого года, чтобы все-таки была победа. А по-друге, я думаю, что Юрий сказал, что нашел свободную копию, но, вы знаете, мне кажется, что в этот период глобализации, в котором мы живем, то глобализация имеет одну очень интересную вещь. То есть копий может быть много. То есть идет о том, что даже революция у нас действует в режиме онлайн. Так что благодаря этому, я не знаю, если бы несколько столетий тому, история, может быть, могла бы иметь такую нагоду, но, может быть, как-то вона изменила свою русскую. И этот наш фильм, ну, справа, он так называется, «Невсеремость». Потому что тогда, в 2004 году, очень не хотелось обесраться. И, ну, по-перше, как он возник? Он возникал, потому что, ну, просто неможливо было сидеть, склавши руки в той час, как что-то произошло, так же, как и в эту годину. До речи, между нами есть еще один спиоопеатр, оператор этого фильма, Богдан Верзлицкий, который тоже снимал. И вот сейчас, видите, он снимает, потому что тоже неможливо снимать. И, так сказать, этот фильм, он продолжается, он продолжается и сейчас. И сейчас продолжаются снимки этого фильма, которые начались в 2004 году. То есть тогда, когда мы снимали все это, так же, как и сейчас, мы не очень сильно уявляли, что это можно сделать. Но позже, ну, позже, через год, меня нашла такая швейцарская организация по співробительству. И это пропонували сделать из этого материала фильм. В том числе, в 2005 году, в Лугану, в Швейцарии, произошла конференция, международная конференция по Украине. И вот мы, как раз в тот час, когда мы уже сделали этот фильм, мы встретились с Юрием. И разом у нас было такое турне по Швейцарии. Мы были и в Цюриху, и в Бернии. И заканчивались все это хоромом в Лугану. И на каждой встрече мы представляли этот фильм. И, взаимодействие, что они не будут, потому что всем будет очень интересно, что происходит. И много людей, по-речи, знало, что самое происходит. Потому что были люди, которые все знали, которые были в захотнении, а были и такие, которые приходили и сказали, что, как вы вообще все это выстрелали. А мы сказали, что, ну, как это выстрелали. Мы просто бы задоволены, мы были в таком фитнесе не были. Так что для нас все было гаррифанно. Может, Верко, еще что-то? Ну, я еще только додам, что вы сейчас все это увидите. А это идется так же и про две Украины. То есть герои фильма, перед всем, это группа революционеров из Гуцульщины, из Кирпат, которые здесь на Майдане перебывают. А и другая группа, это, как бы говорится, это шахтарь из Горлинки. Так, из Исхода. И там была такая... Життя само написало свой сюжет. То есть, Сергей виделся с этими людьми в Киеве. Он их снимал тут, подчас подій революционных 2004-го року. А потом он и тих, и тих. Он проведал десь минуло півроку после подій. Да, почти год, почти год прошел тогда. И вы сможете... Это надзвичайно цікавый материал, который, на мой взгляд, остается очень актуальным и до сегодня. Ну, и, напевно, я уже при этом замолкаю. С радостью еще раз подивлюсь этот фильм. Я единственное, что хочу сказать, продолжить, что этот сюжет продолжается. Скажем, те же герои, с которыми мы встречались в 2004-м, сейчас тоже находятся на Майдане. И сейчас, по-другому, до нас приездил один из героев из Донбасса, который пришел и раздивился, что тут происходит на Майдане. И даже вчера телефоновал мне и говорит, что ты знаешь, я рассказываю своим друзьям в горлец, и они меня спрашивают, так, как это ты ходил по Майдану, и никто тут не чекал, и никто ничего с тобой не сделает. Он говорит, что кто-то, никто там никого не спрашивает, и так далее. Это очень важно, что это то, что изъясовывается, кстати, из фильма, что мы там задавали питание, что вы знаете, то есть, что вы знаете, то есть, что вы знаете, что вы знаете про Схитную Украину, а Схитнеки вопрос, что вы знаете про сахитную. И я должен вам сказать, что ни та ни одна сторона ни одного не знает. У меня есть надежда, что сейчас оно более-менее движется. Правда, я чувствую. И там есть такой момент, когда эти «захидники» говорят про девчатки из Схидной Украины, и говорят, что они такие черные, красивые, а эти «захидно-украинские» говорят, что они усатые и толстые. Как они уявляют все это життяное лицо, но я еще хочу сказать, что, конечно, сейчас мы снимаем как раз с современной Майдан, и я ставлю одно вопрос, скажите, пожалуйста, чем отличается Майдан 2004-го от Майдана 2013-го? И все-таки люди говорят, что сейчас, правда, Майдан более сердитый. То есть тогда был такой карнавальный Майдан, а сейчас более сердитый. И, как на меня, просто вища цена, как на меня цена набагато вища. И она относится не только, как мне кажется, Украины, Я думаю, что и даже не таким чином, даже не украинской самоидентификации, а идет о том, что сейчас кордон между виберальной демократией и диктатурой, он двигается на «Захидно». И Украина на этом русском русском, она является определенным форпостом. То есть, если этот кордон, он остается рядом с Донбассом, или он перейдет на Закарпаття. И это небезопасно, в первую очередь, я думаю, и для самой Европы, и вообще для демократии, для либеральной демократии. Поэтому, дорогие, предлагаю вам фильм. Я не знаю, если вы хотите поспалкиваться после этого, но я хочу сказать и, фактически, обещаю вам, что этот фильм мать для продолжения. Это точно. Все приятного перегляду. Ну, приятного, интересного. Спасибо. 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 Хорошо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 И я тоже там рассказывать, и ты все же могу рассказывать Ну, не получилось у него быть президентом Посмотрим, что надо слышать Какой-то изменилась моя доля, я скрати не могу Единственное, что, возможно, чуть-чуть изменилась я Дыма была весна ждала Дыма была весна ждала Весням очкою сошла А там самое худеще Я юточки не набрала Я юточки не набрала Солокою затяга Весням очкою сошла Весням очкою сошла Весням очкою сошла Весням очко сошла Весням очко сошла Весням очко сошла Весням очкою сошла Весням очкою сошла Весням очко сошла Весням очко сошла Моим дитям Моим дитям Роздусь. Надеюсь, что приедет час к дочкам. Захочет приехать сюда. И больше захочет тут же отлично. Роздусь. Роздусь здесь. Цю машину я зробил власно-руч. Тільки сомневая. Деталі я использую. Машина А66, в моем увазе ходовака. Тракторний двигун. Радіатор трактора ЮМЗ. Облицовка трактора Хрильовщик, коробка передач ЗІЛ-130, гидропосилювач тоже ЗІЛ-130. ЗІЛ-130, гидропосилювачка «Музика» Взагалі я жив за радянської влади, я жив до риборів, так і пісняві я бару. Я є незалежним, мене знають дуже багато людей, дуже далеко мені з нами. Взагалі люди хочуть мати свободу своїй дії та свободу свого слова. Потому что это мы выберем, и я с нас ищу, и я с народом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok